Ребята, всем огромный привет! Сегодняшний видос я, как и обещал, буду делать про то, каким образом движется работа над заточной системой Скорпион. В прошлом видосе, который еще был до того, как я попал в больницу, в декабре 2020 года, мы закончили с вами на том, что у меня не получилось сделать углубление полукруглой формы с помощью Т-образной китайской фрезы. К сожалению, данная Т-образная китайская фреза, которая с успехом резала сталь 45, с пружинной сталью марки 60C2 уже не справилась. Таким образом, я был вынужден искать кое-что получше. В прошлом видосе про муки выбора я уже частично рассказывал, а в данном видео я уже вам покажу результат. Решил я остановить свой выбор на том, чтобы заказать фрезу под свои размеры из цельникового твердосплава. Ну, а на данный момент фреза уже готова, да и я, слава Богу, более-менее собрался с мыслями, силами и подготовился к тому, чтобы прийти в мастерскую и попробовать ее в деле. Поэтому сегодня, ребят, именно этим безобразием мы с вами и займемся. Хотел бы поблагодарить ребят из ножевого сообщества Германии, а также лично передать им привет за их помощь и за их поддержку. Саша Абенауэр, Андрей Вайга, Олег Клостер и Володя Панфилов. Я вам очень благодарен, ребят. Жму вам руку. Кроме того, я точно так же хотел бы передать привет и пожать руку и лично поблагодарить всех тех, кто постоянно меня поддерживает. Передаю привет и благодарю Бойко Сергея, Олега Эфендиева, хотя мы с Олегом держим постоянно связь. Макс с канала Howtworks, Макс, спасибо тебе большое. Андрей с канала Инженер Брумс, Щепочкин Сережа, Серега, тебе привет. До встречи в Вайбере. А также хочу поблагодарить Костю из компании Касим. Друзья, огромное вам спасибо. Я искренне благодарен вам за вашу поддержку. Жму руку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Что ж, ребята, завершил я уже данную операцию. Фреза отработала хорошо, со своей задачей справилась. Сейчас я здесь немножко уберу стружку и буду перенастраивать станок на другую операцию. Получились у меня вот такие вот заготовочки. Даже я вам скажу, финиш гораздо чище, чем после китайской фрезы. И твердый сплав, из которого данная фреза сделана, мне понравился. Заточку вроде держит. Сейчас я ее, кстати, сниму и посмотрим, каким образом данная фреза, сделав вот таких вот 8 углублений, как бы, да, по одному с каждой стороны и 4 заготовки, подсела ли у нее кромка. Давайте, ребят, посмотрим. Давайте посмотрим. Ну, честно вам скажу, следы работы, конечно же, видны. Отметки есть. Вот она. Даже... Даже вот здесь вот один зубчик скололся на этой фрезе. Вот эта разбивочка, о которой я говорил. Вот данная разбивочка. Вот. Однако фреза еще чешет, но она, она, конечно же, видно, что немного подтупилась. Работал я без автоматической подачи СОЖ. Однако, сейчас я вам покажу. Вот из такой вот бутылочки периодически пытался поливать и, наверное, вот как бы в этом, в этом вся проблема. Буду я, скорее всего, заказывать, тем более, что насос СОЖ у меня есть. И вот тот вот советский, но если он будет работать неудовлетворительно, я могу даже адаптировать. Сейчас я вам покажу. У меня есть полностью все, что необходимо. И бак, и насос для СОЖ современный от ленточной пилы. Я его могу использовать, в принципе, для двух станков, как для ленточной пилы, так и для фрезерного. Вот. Надеюсь, надеюсь, СОЖ будет получше. Хотя я старался фрезой работать очень и очень аккуратно, охлаждать, периодически останавливать подачу. Но, как вы сами видите, фреза немножко все равно пострадала. Даже не немножко, а пострадала она прилично. Но она сейчас находится в таком состоянии, что еще может выполнять данную работу и выполнять ее довольно-таки нормально. Металл грызет, по крайней мере. Вот такие вот результаты. Сейчас я вам покажу. Это маркировка твердосплава, из которой данная фреза сделана. Частота поверхности, обрабатываемой на детали, очень и очень мне понравилась. Сейчас я вам покажу еще раз. Вот так вот это выглядит. Ну, под термичку более чем, я вам скажу, более чем. Даже такой какой-то блеск появляется. В общем, частота поверхности меня устраивает. И вот эту вот заготовку я резал последнюю. И, честно говоря, дискомфорта в работе не испытывал. Хотя, как вы сами видите, при визуальном осмотре данной фрезы, повреждения видны невооруженным глазом. А обошлась вот такая вот фреза, сделанная под заказ ни много, ни мало 1950 гривен, скажем так. Ну, это приличная, приличная, как бы, статья расходов будет, если изготавливать подобные детали на потоке. И не знаю, хватит ли, получается, такой фрезы, чтобы сделать 8 таких деталей одновременно. То есть, ну, значит, увеличить кратно партию на 2. Здесь у меня 2 комплекта, то есть, 4 детали. Если для 4-х точилок делать за 1 раз, да, или для 5-ш, еще, уже, в принципе, надо иметь в запасе для этого 2 таких фрезы, как минимум. Это прилично. Наверное, придется пробовать еще какие-то эксперименты с фрезами из Алиэкспресса. Аналогичные фрезы, вот как я сейчас использовал из сорнякового твердосплава, там есть. Стоимость еще немножко выше. Хотя, они изготовлены уже промышленным способом. Есть даже фрезы с покрытием нитрида титана, вот такое вот желтое, да, как бы, золотое такое покрытие. Оно на многих инструментах присутствует. Возможно, оно, ну, повышает, как бы, стойкость режущей кромки при подобных операциях. Не знаю, посмотрим, поэкспериментируем. Есть и дешевые фрезы, там порядка 10-12 долларов, которые могли бы подойти. Кстати, Ваня уже пару таких фрез заказал, они придут, попробуем их переточить, потому что обычно за такую стоимость приходят фрезы с напойными пластинами, не заточенными. И продолжать свои, как говорится, изыскания в этом направлении. Ну, а пока что, в принципе, данная операция на партии этих деталей как бы с трудом, с затратами, с пробами и ошибками, она выполнена. И сейчас я буду идти дальше, настрою станок и заправлю инструмент для другой операции. Вот. И продолжу работу, очень надеюсь, что до того момента, как мне в конце января нужно будет лечь на, ну, плановые процедуры в больнице, я успею партию этих губок, вот эти четыре губки, завершить и отправить Ваню на термичку. И держать Ваньку в этом вопросе не буду, а как раз как Ваня сделает термичку, то и я уже, наверное, откинусь из больнички и смогу сделать финиш и плавающие гайки для этих губок. И точилка будет практически уже готова, ведь все, что останется потом сделать, это собрать горизонтальную направляющую, ну, а для нее практически все детали уже готовы. Так что, надеюсь, в скором времени полностью собранной и готовая точилка будет уже в наличии. Я смогу ее показать, что самое главное попробовать в работе и сложить кое-какое впечатление и вам показать то, что получилось, чтобы и вы могли сложить свое собственное мнение о этой заточной системе. Ну, что ж, ребята, буду я с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Надеюсь, увидимся в следующих видосах, ребята.